COVID-19, он не только раздел родину-мать и заставил ее, то что называется, работать на пилоне, он еще, причем нельзя сказать, что ее движение изящное, он еще за резинку трусов ей сует похоронку за похоронкой в качестве, я бы сказал, страшной платы, потому что вообще за эти дни случилось то, чего не было никогда еще. Никогда такой страшной и такой наглядной правды не обрушивалась на мозг обитателя путинской сверхдержавы. Вот стоит представить себе боль той милой патриотки из Барнаула, которая исправно ходила на бессмертные полки, которая кричала «Крым наш» и повязывалась с колорадской ленточкой, которая верила во все, и когда она заболела COVID-19 в тяжелейшей форме, она приползла к ногам Родины, уверенная, что та пожалеет, приголубит, уложит в больницу, обласкает, вылечит, и она получила ногой в глаз из всех видов медицинской помощи ей, если она выживет. Ее выступление можно посмотреть в интернете. Вероятно всего, она запомнит совет врача почаще надувать воздушные шарики. Этот совет единственное, что ей смогла предложить российская медицина женщине с предельно тяжелой формой COVID-19. Ни лекарства, ни койко-место, ни реанимацию, а шарики. Я думаю, что для этой женщины это был последний день России. Для нее лично. И я думаю, что вот такого коллективного, общего последнего дня России, вероятно, никогда и не будет. Он для каждого человека будет глубоко личным и глубоко персональным. Когда все его надежды, все его чаяния, упования, веры будут разрушаться прикосновением вот такого фактора и такого случая. У всех, у многих, кстати говоря, такой день уже был. Но, кстати, мне странно, Валя, да, и тебе, я думаю, тоже, потому что мне казалось, что этот шарик державности уже коллективно надут всенародными усилиями, начиная с 2014 года. Куда еще, какие шарики? Да, Оленька? Я хотела спросить вас, а вы действительно полагаете, что вот это столкновение с неприятной реальностью оптимизированной медицины российской повлияет на восприятие державы? Я думаю, что да. Мне кажется, что у многих это не так не срабатывает. Я думаю, что должно сработать, потому что, вот смотри, легко мне точно так же легко представить себе боль, ужас и абсолютное разочарование тех ковидников из Омска, которых не смогли в течение суток засунуть ни в одну из больниц и которую отчаянно привезли к зданию регионального Минздрава, спрашивая, что с ними делать, потому что мест в больницах нет. Нет мест даже на лестницах, в раздевалках персонала, нет в сортирах, в ординаторских, нет в процедурных. Все занято больными, всюду уже кто-нибудь лежит и хрипит. Класть некуда, больниц нет. Класть некуда не только мертвых, но и живых. Но при этом всюду строятся многомиллионные кормушки для попов в церкви. И вот мы видим, что в Кургане недоумевающие зареванные медики встают на колени перед Путиным. И просят выслать им десант военных медиков. Они не справляются, у них нет для этого ничего. И все, кто с этим соприкасались, почему я говорю про убийственное, критическое количество правды, потому что для всех стало понятно, что медицины в России нет. Ее попросту нет, ее неоткуда взять. И эта мольба курганских мучеников к божеству российской власти, она бессильна и бессмысленна. Потому что божество в ответ на их мольбу прячет глаза и про себя матерится. Ведь всегда повторяется все одно и то же. У любого абсолютизма, у любой деспотии все силы всегда направлены только на удержание власти, на пропаганду, на военную показуху и на постоянный макияж своей политической физиономии. И это неизбежно. И чем авторитарнее власть, тем комфортнее всегда себя чувствует при ней любая нищета и разруха. Ведь мы же видим, что ни одну проблему, ни одна деспотия решить не в состоянии. А ковид, он только обнажил правду о том, чем является, собственно говоря, этот абсолютизм в быту. И при том, что ведь, Оля, это же нормальные люди, это же не либералы какие-то. Это люди, которые хотят за свои деньги, за гарантии, которые им даны при рождении этой властью, они хотят получить то, на что они имеют право. Они платят налоги. То есть они постоянно сдают деньги на создание важных жизненных, блин, на какую-то фигню типа церквей, на какую-нибудь Сирию и на помощь вампиру. Например, там, знаешь, да, этой ночью были побиты все рекорды смертности с начала пандемии. Везде, причем, в голос истерят губернаторы, пытаясь скрывать труппозность ситуацию. Они отлавливают журналистов, блогеров. Ты мне говорила днем, что... Минздрав хочет запретить публично высказываться о коронавирусе. Но они, правда, говорят не всем врачам, а руководителям подведомственных учреждений и главным внештатным специалистам. Да, но мы знаем, что... Молчанием вообще что можно вылечить? Скажите мне. Молчанием можно вылечить травмы языка. Определенные поражения ротовой полости. Да, конечно. Это можно ищить молчанием. И в этих случаях молчание как раз прописано. Но ведь люди в России, они умоляют, умоляют власть совсем не о многом. Они просто просят дать им ту медицину, за которую они 25 лет уже платят. Но ее нет. Но ее им никто не даст, потому что ее реально нет. Им тщательно Соловьевы вешали лапшу на уши, рассказывая, что она есть. Она должна быть примерно равноценна везде. А не две показушные клиники в Питере и две показушные в Москве. И вот для того, чтобы в этом убедиться, потребовался, черт бы его, побрал этот ковид. Пора назвать вещи своими именами. Что либо в стране есть медицина, либо люди на грудах мусора и трепья лежат на лестницах, умирают, хрипят. А под этими лестницами лежат трупы. А третьего, к сожалению, не дано. Ну, Александр Галерьевич, согласитесь, что проблемы из-за пандемии были во многих странах с гораздо более качественной, как нам казалось, медициной. Потому что, ну, действительно, резко возникла необходимость не только в пространстве, не только в деньгах для новых, там, каких-то, для аппаратур, коек, там, и лекарств. Но и банально новые врачи требовались. Вместо тех, кто заболел, вместо тех, которых никогда не было и так далее. Их невозможно выучить за полгода. И никому это не удалось. Мы видели, как в Евросоюзе, там, где ослабевал ковид, оттуда выезжали из Бельгии, выезжали бригады во Францию. Мы видели вот эти вот сообщающиеся сосуды, мы видели, как росли отапливаемые с огромным количеством правду о том, что происходит, а не бесконечную ложь о том, что, ты видела, да, материал, который у меня в Инстаграме, как совершенно видавший все виды в мире, но совершенно офигевший от этого, без защиты, в тапочках этих самых, как они называются, вьетнамках, бродят по ту логоанатом, ногами наступая на головы трупов, которые, понятно, уже никогда не будут вскрыты и обследованы, которым там просто либо надлежит сгнить, либо их куда-то вывезут. И я просто вижу реакцию, я еще понимаю, что там патриоты, они продолжают крутить шарманку. Все хорошо, прекрасная маркиза, но и у них уже тоже что-то дрогнуло. Хотя вот смотри, вот нет денег на койки, нет денег на лекарства, но есть на специздании роскошных сборников молитв от коронавируса. Вот не поленись, открой, посмотри на эти обложки. Посмотри, набери молитвы от коронавируса, купите книгу. Но это их частные деньги. Это же им не государство выделило на буклетики. Понимается, что деньги не их и не частные. Более того, они сейчас издают там антиковидные иконки, специальные заговоры, пояски, спасающие от ковида, мази, которые надо крестообразно наносить на кадык 4 раза в день. И они тоже спасают. Потом есть специальные антиковидные четки. Если ты усердно можешь к тебе подобраться поближе. Вообще, вот РПЦ, она, то, что называется... Ну, это же бизнес. Конечно. При том, что ковид-то в ее бюджетах наделал гигантские дыры. Это не касается личного благополучия моего друга Гуни. С его, оказывается, много-много-много миллионной недвижимости. Ну, в общем, это не для кого я предлагаю. Многие знали об этом. Про нано-пыль уже давно известно. Ну, там, не про 225 миллионов. Но она, конечно, церковь пострадала, как и весь основной шоу-бизнес. Потому что она не имела возможности сдавать свои литургические концерты. У нее огромные потери в живой силе и в купюрах, которые дают представление. Миллиардные потери в купюрах. И она не может уже подсовывать доски для поцелуев. Не может устраивать гастроли расчлененных сушеных мертвецов. То есть у нее все очень плохо. И она решила, конечно, зарабатывать на ковиде. А у настоящего, другого шоу-бизнеса, конечно, хуже. Потому что вот какой бы ни был Киркоров, но у него никогда не хватит наглости сказать, что его песенка, выученная наизусть и пятикратно повторенная, дает полное исцеление. И он понимает, что за такие фокусы посадит. А РПЦ свои песенки продает именно под таким соусом. И примечательно, что никто ни Гуню, ни его ряженых подельников, никто за мошенничество, в общем-то, не привлек. И это тоже очень, я бы сказал, характерная история. Ну, наверняка найдется источник, что брошюрки печатали какие-то не те православные организации. И все это не имеет отношения к официальной РПЦ. Нет, я посмотрел, там есть гриф благословения. Оль, я же крайне опытный человек. Да что вы говорите. Совершенно верно. Как неосторожно. Конечно.